коронавирус есть в первую очередь одна общая особенность это спазмированный желудок и лечить легкие не занимаясь желудочно-кишечным трактом это бред со всех точек зрения попасть может любой из нас женщина которая прицельно занималась своим здоровьем и заболела так что чуть не умерла в италии мне друзья говорят почему такая смертность потому что итак уважаемые друзья я вас рад приветствовать на нашем канале и снова тема тема профилактика скажем так коронавируса профилактика который позволит как бы выйти даже если вы слегка чем-то приболели то не быть готовым к тому чтобы вас накрыл коронавирус поэтому о профилактике мало кто говорит но она должна быть потому что только готовый к заболеванию заболевает это нужно понимать особенно для городов для поселков где промышленность где выхлопные газы где жизнь напряженная и я считаю и и вот мой коллега константин анатольевич смирнов врач к тому же врач-фитотерапевт и много еще других различных специализаций в том числе и висцеральный практик я бы хотел поговорить с ним а именно о профилактике и обсудить какие-то темы которые может быть мы не касаемся в такой обычной повседневной рабочей в рабочих буднях ну вот и первый вопрос который бы я хотел задать кстати надо анатольевичу это вопрос вот как его мнение на сегодняшний день потому что уже сегодня не первый день этого вируса и вот ваши ощущения и ваши наблюдения которые все таки у вас так же как у меня существует и потом мы с вами все это дело дело сольем в одну кучку и попробуем какое-то резюме вывести здравствуйте уважаемые друзья здрасте александр тимофеевич конечно коронавирус есть сейчас какие-то споры на этот счет куча в сети что это фейк что это обман нет пациенты болеют пишут мне на ватсап я сам недавно вел по дистанционно по ватсапу свою подругу врача натуропата из германии которая чуть не погибла тяжелейшая форма с пневмонией двухсторонней она ухаживала за больным мужем не хотела сдаваться там сразу в реанимацию положили бы ее в результате муж переболел сравнительно легко она чуть легкие не выкачлила и но буквально прошла по краю удалось ей подобрать точно гомеопатический препарат был кризис лиз она вышла но то что называется еще раз говорю врач которая следила за своим здоровьем которая знает как себя вести натуропатическими способами фитотерапии и тем не менее принесла тяжелой формы не старая женщина еще около 50 лет ей было хорошим состоянием здоровья так что коронавирус есть и он опасен не только для глубоких стариков и людей ослабленных там диабетом сердечно-сосудистыми попасть может любой из нас да и даже мы сейчас появляется все больше данных что болеют и в той же самой коммунарки лежат пациенты молодые точно так же как и других болезней александр тимофеич прекрасно знает погибают молодые и нам говорят что люди погибают с ослабленным иммунитетом но извините меня и во первых сказать ослабленный иммунитет это вообще ни о чем не сказать до заболевают люди с ослабленным иммунитетом то точно так же как любыми другими мы каждую осень и весну переносим вот эти вот урвы половина из которых кстати вызываются другими формами коронавируса и заметьте едешь в вагоне метро там полвагона кашляет раньше там маски особо никто не надевал и один забавляет одним вирусом другой другим третий третьем а кто-то вообще ничем не заболевают или переболевает легко так вот наша задача сделать так чтобы мы либо не заболели либо переболели легко да и то что я хотел бы с александр тимофеич им обсудить наши наблюдения а почему кто-то болеет тяжело и даже умирает а кто-то переносит легко и что мы можем сделать как нутеропаты да потому что сейчас по телевизору очень подробно объясняются я абсолютно согласен с нашими коллегами из официальной медицины правила гигиены то есть способы мытья рук способы наше правильное ношение масок способы самоизоляции это все есть а вот что делать нам для того чтобы если уж мы заболели а судя по всему ребята заболеем но если не все то процентов 70 80 нам придется столкнуться с этим вирусом уже сейчас наша даже официальная медицина признает что все карантинные мероприятия нацелены на то что просто растянуть эпидемию чтобы не поток пациентов не затопил больницы и реанимации так вот большинство из нас переболеет то что я сейчас хотел бы обсудить с александром тимофеевичем это способы если же мы заболели то переболеть легко а лучше вообще без симптомных конечно ну и как один из вариантов это вот наблюдение чаще всего наблюдения часть все конечно вина стрессов во время стресс меняется гормональный фон у человека и самое это интересное это меняется состояние желудка вот прежде всего конечно вот сейчас все слышат вирусе о том что он опасен попадешь не попадешь кто-то его по-разному кто-то говорит что он вообще с ним можно жить нормально кто-то уже столкнулся с его опасными какими-то проявлениями через своих друзей через знакомых там через радио телевидение и конечно внутренний страх и напряжение потому что человек боится то чего ему неизвестно ну вот и в первую очередь когда приходится просматривать или рассматривать таких пациентов то в первую очередь одна общая особенность это спазмированный желудок а желудок выполняет часть функции скажем иммунной системы и представьте какое напряжение возникает если желудок спазмированный а человек то его не чувствует а есть внешние признаки а внешние признаки как один из стрессовых показателей это отпечатки зубов на передней поверхности языка если вот передняя поверхность в таких отпечатках как будто но человек даже наверное часто бывает так что когда стоматологи занимаются зубами и новые зубы вставили вот человек в этом состоянии на первых этапах у них тоже появляются отпечатки но это отпечаток опять же связано со стрессом так вот мы заметили такую интересную особенность если отпечатки присутствует на передней поверхности языка то желудок обычно очень напряженный и вот здесь для того чтобы включить вот первую будем так говорить иммунную систему а ведь процесс пищеварения вообще наш живот это второй мозг более 200 миллионов нейронов только в нашем пищеварительном тракте мы об этом уже упоминали в предыдущей программе это вот представьте что процесс пищеварения конечно начинается с ротовой полости но мы сразу берем желудок потому что желудок принимает принимает все и как его так каком он состоянии зависит многое то есть процесс формирования вообще пищеварения то ли у вас будут доминировать газы в животе то ли нормальная пера фермента скажем или как она будет называться активность фермента собственно да активность ферментов так вот если желудок напряженный то процесс пищеварения обязательно срывается и что же нужно сделать на первых этапах может быть кто не знаком с практикой висцеральными практиками ваша задача коллеги друзья мои поддавливать вот вы надавили подержали боль то уходит еще 1 давили подержали боль уходит а боль уходит спазм желудка уходит а если он желудка уходит то наш мозг тоже реагирует и получается что так продавливая наш желудок снимая с него напряжение как ни странно изменяется отношение к стрессам человек становится более адаптированным социальным или же предположим у кого-то большой живот у кого-то но разные мы с вами разные люди и поэтому я иногда своим кто мне звонит по телефону спрашивает тимофеевич вот у меня что-то там я начал так у меня с такой состоянии я говорю ну ты должен обратиться к врачу он говорит но а до врача что мне поделать я говорю подави свой живот особенно желудок и обратите внимание что вот такой мяч вот на мое телосложение он как раз ко мне подходит вот реберные дуги видите и вот если вот таким то образом прилечь поддерживая себя руками и достали легкое легкое напряжение появилось подержали вдруг это напряжение исчезает дискомфорт уходит сместили немножко опять ждем пока этот дискомфорт не исчезнет и вот как только он исчезает вы таким образом желудок размягчается проверили все хорошо нормально ощущение легкости и свободы и если вы так сделаете утром и вечером то вы заметьте что вечером уже там напряжение либо совсем нет либо значительно меньше то есть вот начнем с этого и конечно сейчас когда все сидят по домам много кушают естественно чтобы функция желудка обязательно лучше работала чтобы пища не застаивалась не загнивала там то вот такое техническое действие оно позволяет его куб быстрый более быстрой эвакуации ну и опорожнению кишечник что естественно меньше токсина дорогие друзья я понимаю что у многих недоумение до чего это доктор говорит про живот когда речь идет о коронавирус который поражает легкие сейчас постараюсь объяснить почему на самом деле вот эту профилактику заболеваний именно эпидемии поражают вируса тропного направленного на легких легочную ткань надо начинать живота нам говорят заболевает шаг с ослабленной иммунной системой но помните я говорил что болела моя знакомая доктор из германии натуропат которая занималась прицельно своим здоровьем с правильным питанием из герудотерапии сапи терапии с травами из гомеопатией то есть вот женщина которая прицельно занималась своим здоровьем и заболела так что чуть не умерла а что произошло глубокий стресс она ухаживала за мужем она боялась за него она плюнула на свое питание она плюнула на себя стресс нарушение кровоснабжения не только желудка но и 12 перстные печени кишечника а уж извините мы говорим иммунная система от кишечник забываем а это напрасно потому что больше половины иммунно компетентных клеток у нас находятся как раз по слизистой кишечной трубки и отделяет как раз пространство внутри кишечной трубки где обитает микрофлора иногда очень агрессивная погуглите слова перитонит когда разрыв кишки это микрофлора попадает в полость брюшной брюшной полос человек умирает быстро так вот эта микрофлора должна быть отделена от внутренней стерильной стердрой как раз слизистой кишечника и там больше половины наших защитных телец лимфоцитов об этом прекрасно кстати знает традиционная китайская медицина где меридиан кишки толстые меридиан легких это спаренная это одна функциональная система об этом кстати говоря прекрасно знает и наша официальная медицина все студенты на первом курсе проходят гистологию эмбриологию из всех студентов медицинских вот я 30 лет назад учился я помню как сейчас когда у нас образуется кишечная трубка на там втором третьем месяце от нее вырост образуется еще внутриутробного развития из-за этот вырост превращается в легкие то есть легкие в эмбриологические закладки это часть кишечной трубки у них единая иммунная система у них единая нервная система это единая функциональная система и лечить легкие не занимаясь желудочно-кишечным трактом это бред со всех точек зрения в том числе из точки зрения классической медицины почему сейчас врачи официальной медицины я не говорю про нас про фитотерапевта пиццеральщиков гомеопатов врачи официальной медицины говорят не назначайте сами себе антибиотики не назначайте себе норафен которым на западе очень любят лечить вот в италии мне друзья говорят почему такая смертность потому что из стран западной европы это больше всего они любят лечиться антибиотиками широкого спектра действия и сразу норафен и бупрофен так называемый который вот сейчас уже не рекомендуют при коронавирусной инфекции а этот бурофен что делает он вызывает изъязвление желудочно-кишечного тракта а как говорил тимофеич уже желудок спазмирован там кровотечение кровообращения нету и он не может сопротивляться вот этой ядовитой химии изъязвление желудочно-кишечного тракта а дальше что мы антибиотики сразу начали есть до вышибли себя нормальную микрофлору размножилась патогенная микрофлора и это патогенная микрофлора через вот эти микро язвочки начинает проникать в кровоток то есть возникает так называемый синдром дырявого кишечника и у человека куда идет это микрофлор в легкие и это первая ошибка до самостоятельное лечение особенно назначение себя тяжелых сильнодействующих препаратов до сразу сбить температуру сразу наезд антибиотиков не надо это делать если вам нужно будет если вы попадете в больницу и вам потребуются эти антибиотики у вас уже выведена антибиотика устойчивая микрофлора вы погибнете а что делать первое александр тимофеич дал профилактика это не только обдавливание это и питание потому что есть продукты которые входят наш обычный рацион первую очередь глютен содержащие белый хлеб до всем известный даже молочка стала сейчас токсичной особенно цельное молоко воздержитесь по крайней мере на время эпидемии воздержитесь от консервированных продуктов если уж я не фанатичный сторонник вегетарианства но если вы хотите поесть мясо скупите себя кусок мяса отварить его пожарьте съесть и дань воздержитесь чем меньше консервантов тем меньше химии которые опять-таки может нарушить вот этот барьерный слой кишечника тем лучше для вас прекрасно работают так называемые разгрузочные дни когда-то давно мой учитель по фитотерапии вот я держу в руках его книжку карп абрама 4 скунов травник дожил до 97 лет сказал мне очень простую вещь кость хочешь похудеть голодай раз неделю хочешь очень хочешь два раза в неделю и разгрузочные дни а суточная 36 часов это не голодание у нас организм начинает голодать или содержание до через 48 часов до этого мы живем за счет гликогена печени за счет гликогена мышц это прекрасная профилактика и сердечно-сосудистых заболеваний и диабета а кто у нас умирают больше всего от коронавируса люди с проблемами сердца проблемами желудочно-кишечного тракта да они могут проявляться гастритами додонитами язвенными болезнями холециститами могут проявляться как по носами тогда прекрасно работает 10 сбор по треску нового можете записать простой рецепт я уж позволили сан тимофеевич один конкретный рецепт дать людям травки все растут на любой даче на худой конец можно купить аптечные но смотрите чтобы заготовка была и этого года 19 до 20 еще нет понятно то есть не с ним срок годности смотрим которые написаны на пачке а больше года крови не хранятся и так тысячелистник и зверобой по одной части объемные части мята перечная ромашка аптечная и подорожник лист по 2 объемных части тысячелистник и зверобой по 1 мята ромашка подорожник по 2 все смешивается на 70 80 килограммового мужчину это столовая ложка с горкой заваривается на 0 8 литра кипятка пьется за 20 минут перед каждой едой и если выпив стакан этой травки да вы обдавите себе живот вот как александр тимофеевич показывал либо руками кстати вот александр тимофеевич есть замечательная книжка азбука висцеральной хиропрактики либо с помощью меча либо с помощью скалки обыкновенной деревянка опасны ну да да конечно не не человека незнакомому кто лучше вот мягким предметом это делать обдавливается до болезненности через какое-то время уходит спазм уходит болезненность переходите к следующей точке стакан травки обдавить себя хотя бы 10-15 минут потом поесть эта штука лечат и поносы и запоры потому что и в и в том универсальной случае это воспаление что еще пошла реакция воспалительная вы заболели вы еще не знаете коронавирус это не коронавирус так или иначе у воспаления любого воспаления каким бы вирусом она называлась есть несколько фаз и в свои книжки очерки клинической фитотерапии очень рекомендую книжку и и сложно достать и но посмотрите в интернете малый очень тираж может быть там 1000 или дверь экземпляров на страницах 248 250 и карп абрамыч изложил главу воспаление инфекция и там описано травы на каждой стадии воспаления значит первая стадия воспаления у нас какая это прилив крови идет прилив крови гиперемия называется медицине так покраснение по-русски это одни травки следующая у нас стадия воспаления и это стадия отека это другие травы третья стадия воспаления это эксудация пропотевание и наконец четвертая которая и убивает пациентов с коронавирусом это фаза геморрагическая когда идет уже пропотевание крови когда легкие фактически шаг захлебываются в крови и вот на этой стадии на этой стадии мы должны подбирать свои травы и свою гомеопатию и позволю себе короткий гомеопатический рецепт для тех кто понимает немножко в гомеопатии будет ясно о чем я говорю у каждой эпидемии есть свои так называемые характерные препараты по моему опыту в конкретной эпидемии вот того вируса который сейчас ходит в качестве профилактики я не говорю про лечение потому что в лечение тем более в лечении пневмонии от которой можно умереть и могу вам сказать что когда-то давно смертность при пневмонии при двусторонней крупозные до антибиотиков до пенициллина было больше 50 процентов а у гомеопатов было 5 процентов лечили старые доктора а сейчас фактически мы вернулись к этой ситуации до антибиотиков при пневмонии вы вызваны коронавирусом антибиотики не работают поэтому смертность такая высокая говорят что из попавших на ивл выживает лучшем случае половины а кто это говорят что из 78 процентов смертность то есть если ты уже попал выкрутить сложно так вот гомеопатичным к этой эпидемии как профилактический рецепт это препараты из гомеопатии аконит в разведении c6 бариония в разведении c6 белодонна в разведении c6 по 6 горошин перед сном если вы контактируете с больными людьми и выходите на работу ездить в общественном транспорте то четыре раза в день на следующий день фосфор c6 перед сном 6 горошин на следующий день опять аконит брюния белодонны это профилактическая схема но могу вам сказать что вот к счастью у меня был только много сейчас пациентов у меня есть которых я консультирую с этой проблемой но тяжелый вот такой случай когда пациентка могла монак александр тимофеевич ее прекрасно кстати знает я не буду называть по именам и фамилиям корректно но известно еще раз говорю врач натуропат который живет германии у нее как раз комбинация ликоподиум в сотом разведении и фосфор c30 вызвал радикальную перемену к лучшему в течение одной ночи то есть когда люди говорят мне что гомеопатия работает за счет самовнушения я говорю что ну ветеринары сейчас активно используют гомеопатию поддаются коты эти морские свинки гомеопатии тем самым издеваются над всем мировой наукой а вот такие случаи когда человек умирает реально и две горошины оказывают решительный эффект они лишний раз доказывают и так фитотерапия до рецептуры можно взять у карпа брамыча рецепт десятого сбора пока профилактические до гомеопатия как профилактика по лечению простите господа не буду говорить потому что должен подбирать в таких тяжелых случаях врач профессионал и чем заменить нурофен тот самый нурофен которые все мы так любим есть при любой подъеме температуры а плохо температура плохо голова болит да а есть его нельзя что делать научил меня когда-то старая доктор которая спасла своего ребенка как раз от пневмонии и рецепт помните я говорил что меридиан толстой кишки и меридиан легких спаренной системы он позволяет не только сбить температуру и не столько сбить температуру сколько предотвратить опускание инфекции в легкие и это клизмы со свекольным соком вы заболели температура сбивать нельзя а сбивать надо и главное надо не допустить опускание инфекции с верхних дыхательных путях в легкие что делать нурофен не работает антибиотики не работают делают только хуже делаем клизму со свекольным соком помните я говорил что система одна функциональная бронхолегочная и желудочно-кишечной трубки убирая интоксикацию и снимая воспаление с кишечной трубки мы снимаем воспаление и убираем интоксикацию выбрал холёвочного дерева сверху мы можем использовать травяные сборы такие как вот сбор трескунова 10 сбор я рецепт приводил вниз клизмы со специальным соком свекольный сок отстаиваем свежий едкий это обязательно не надо свежий заливать кишка на вас обидится и впредь клизму не пустит минимум час отстаиваем пропорции 1 3 свекольного сока на две трети водички температура клизмы на градус выше температуры тела у вас 39 делаем 40 у вас 40 делаем 41 поначалу лучше мерить термометром потому что опять-таки сделаете 45 а шпарите кишку нехорошо получится обыкновенный градусник ртутный он до 42 градусов прекрасно меряет одна треть свекольного сока отстоянного две трети воды объем клизмы 100 миллилитров на 10 килограмм веса пациента что это значит 10 килограммовому младенцу мы делаем 100 миллилитров большому здоровому мужику можем сделать и литровый крестив если кишечник воспален и клизмы не входят такое тоже бывает делаем сначала очистительную клизму с десятом сбором по трескунов снимается воспаление да и дальше легко входят вот эта клизма держать ее долго не нужно 5 минут потом она вылетает если особенно у детей маленьких такое бывает обезвоживание первое может сосаться сделать вторую чтобы выброс был еще раз говорю эта штука не столько снижает температуру хотая температуру тоже она предотвращает опускание инфекции в легкие что для нас жизненно необходимо в случае вот этой вот новый коронавирусной инфекции простая вещь простая позволяет мягко работать натуропатически еще раз говорю и на как профилактика обдавливания живота то и во время заболевания помните говорил в доктор забросила себя не обдавливала питалась кое-как переболела хуже чем ее муж она говорит я болел боялась за него он у меня пьет курят она вся из себя здоровьем занимается муж перенес легко на ее натуропатии на банках а так кто заботилась чуть не умерла снимаем стресс да и кстати нужно сказать о том что мяч вроде легко и просто но коллеги там тоже есть противопоказания друзья мои что если у кого-то ишемия сердца или ишемии брюшной части аорта очень внимательно работайте то есть или лучше все-таки ручками поддавливайте без мяча потому что мяч все-таки дает сильное напряжение ну и мало ли там что но по крайней мере без фанатизма здесь не должно быть фанатизма только с пониманием вот потянулись напряглись появилась боль всего этого достаточно чтобы подержать чтобы более ушла уходит боль уходит спазм и вот таким образом проработав мы способствует тому что лучше высваивается пища меньше задерживается а заодно и весь желудочно-кишечный тракт и наша нервная система она реагирует на это все состояние то есть мы с вами адаптируемся вот к этому социуму который сейчас на сегодняшний момент создался александр тимофеевич прав есть опять таки мифология да есть мифологию сторонников официальной медицины что все можно вылечить антибиотиками она сейчас разбита до антибиотики не лечат эту пневмонию больше того периодически появляются да трамп сказал в своем твиттере что вот хлорохином лечить стал народ есть этот хлорохин у нас он полк винил называется и травиться массово понимаете назначение себя серьезных препаратов химиотерапевтических эта ошибка с любой точки зрения с точки зрения нас натуропатов и с точки зрения официальной медицины точно также можно повредить себе методами натуропатии конечно если у вас аневризма брюшной аорты не нужно себе ложится на нее мечом да если у вас кровоточащая язва будьте осторожны с этой методами допустим 10 сбор пить можно до обдавливать но должен специалист который может точно дозировать и место и время и количество воздействия та же самая доктор вот еще раз вернусь из германии она что делала она ставила себя пчел замечательный натуропатический метод да все пчелы это мощное средство укрепления как раз клеточного иммунитета противовирусного противоопухолево а что она сделала на как раз последней стадии коронавирусной инфекции у нас убивает не вирус людей а убивает собственно иммунная система которая начинает поражать клетки измененные вирусом и чек захлебывается в этой иммунность в волне вызваны этой иммунной системы фактически она спровоцировала себя ухудшение хотела как лучше она лечила других и в апитерапии она признан специалист а конкретно вот в этом случае в случае коронавирусной инфекции в острой фазе мы избегаем любых средств усилителей мощных иммунной системы это и апитерапии это и герудотерапия это такие препараты как и миксин циклоферон который предоставляет нам официальная медицина не надо назначать себе все на действующие средства тем более что прекрасно работают мягкие средства то же самое питание те же самые клизмы и допустим как профилактика я и голодаю и на фоне голодовки делаю себя клизмы и зеленые кофейные по доктору герсону но я знаю уже на многих пациентов это испытано когда у человека поднимается высокая терапия температура та же самая кофейная клизма по герсону вызывает обострение то есть человек а если 38 сделала над кофейную клизму будет 40 то есть одни и те же методики на разных стадиях по-разному действуют поэтому как профилактика мы можем и пчелки себя ставить и голодать да и обдавливать себя когда у нас поднялась высокая температура мы должны делать дезинтоксикацию да это те же самые разделе полифипаны да риамберины капельницы мы должны делать ощелачивающую терапию ацидоз то есть закисление на фоне вот этой коронавирусной инфекции массивная ну лучше всего конечно капать гидрокарбонат но сейчас с этим проблемы простая сода питьевая сода чайная ложечка заливается кипятком на 2 3 стакана то доливается водичкой до комфортной температуры выпивается строго натощак надо понимать что гидрокарбонат он нейтрализует соленую кислоту желудочного сока и после еды естественно его принимать не нужно течение трех а лучше четырех часов после еды у вас должен быть перерыв жидкости чтобы не мешать пищеварению натощак утром перед сном да то есть выводить себя из состояния закисления те же самые содовые клизмы но там уже делается две столовые ложки соды на 0 8 литра да как проверить ph крови делает анализ крови и но в принципе делают в реанимации а вы дома лежите если у вас легкая стадия лаксмусовая бумажка не мочу не кровь кровь не нужно у нас ph слюны достаточно четко коррелирует с паш кровью посмотрите должен быть в синей зоне то есть нормальная ph это от 7 до 8 7 и 4 в это в этой зоне у вас нормальная текучесть крови не слипаются эритроцитики у вас нормально функционирует свертывающая система у вас нормально функционирует иммунная система уходите в закисление сразу все идет на кавардак то есть питание снимать воспаление желудочно-кишечного тракта сверху 10 сбором снизу клизмы с свекольным соком если у нас высокая температура сода если закисление обдавливание в живота мягко нежно но настойчиво после каждого приема травки после содовой и в первую очередь это спокойствие сейчас нагнетается массовой истерии средствами массовой информации да людям говорят правильные вещи мойте руки избегайте контактов изолируетесь от носителя вируса но страх убивает выполняя простые действия снимая стрессовую ситуацию желудочно-кишечного тракта вы успокаиваете нервную систему вы создаете то самое состояние иммунной системы когда вирусы не смогут проникнуть ваш организм не смогут проникнуть не смогут вам навредить спасибо кстати на анатолич мне тоже понравилось я тоже прямого внимания может быть даже попробую на днях для профилактики сделать потому что прежде чем рекомендовать надо пропустить через себя кофей кофейные я делал когда-то вот что касается свекольных ни разу к нам будет попробовать со свекольным соком научил у меня старый доктор который еще раз говорю спасла краса пневмонии в деревне ребенка не было ни антибиотиков ничего и ребенок погибал 300 километров до ближайшего доктора научил кто-то и старобряд с тех пор это уже больше 10 лет я назначаю детям преимущественно потому что это кошмар для родителей ребенок там 100 под 40 температуру он бредит да надо что-то делать быстро сделать все-таки свекла всегда есть под рукой нет цикла выжималки потерла на терочке через морочку выжила единственный момент да не забудьте что свежие едки что надо часто стоять вот наша программа как бы подходит к концу и я хотел бы небольшой такой анонс сделать мы готовим программу для сама терапии то есть для сама регуляции когда человек делает проводит самостоятельно работу с внутренними органами ну и до скорой встречи подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и до встречи друзья мои и будьте здоровы счастливы до встречи субтитры сделал DimaTorzok у меня Продолжение следует...